Музыка После долгого перерыва я решил восстановить такую тему, как тренинг в варбрестлинге и прежде всего поговорить о упражнениях, которые выполняют наши спортсмены. Дорогие друзья, в варбрестлинге есть больше упражнений, чем в бодибилдинге. Это однозначно. И почему? Давайте я вам объясню. Если мы описываем или говорим, например, что делаем верхний блок на толстую ручку, то это звучит неоднозначно, потому что толстой ручкой можно сделать упражнение и таким образом, и таким образом, и таким образом. То есть мы этим самым словом четко не даем ясно, что мы будем выполнять и как мы будем выполнять. Поэтому я хочу начать цикл объяснения упражнений, чтобы каждый мог понять, как правильно выполнять то или другое упражнение. Ну что ж, пожалуй, одно из самых интересных упражнений, которые часто у меня задают вопрос, как его делать, с чем его лучше делать, и как правильно выполняется техника выполнения этого упражнения, это упражнение на супинатор, то есть на наши связки для тех, кто любит бороться в крюк. Часто в наших тренировках мы используем обыкновенное, простое приспособление, пояс вот от дзюдо, с ним можно сделать и лямку, и, как говорится, что в руки попало, а попало нам сейчас в руки гиря, а может быть это блин, может быть это любой другой предмет, самое главное, чтобы этот предмет имел определенный свой вес, и мы могли этот вес регулировать. То есть это будет ли гиря, будем докладывать сюда блины, или это будут просто блины, и будем докладывать себе для того, чтобы увеличить нагрузку, неважно. Итак, супинатор, как правильно его выполнить с помощью нехитрого сооружения гиря и вот этого пояса от дзюдо. Для этого в обыкновенном зале нам нужно будет стол. Стол очень достаточно важным элементом является в этом моменте. Не столько, как говорится, точная поверхность стола, как размер, высота этого стола. Почему? Потому что все-таки любое движение, которое мы выполняем с отягощением, мы делаем прежде всего, вот с точки зрения так, как мы это упражнение могли бы выполнить на столе. Итак, берем простым хватом, заворачиваем ремень таким образом, чтобы нагрузка попадала нам как раз на изгиб кисти. Поставляем локоть и выполняем упражнение. Подносим немножко предплечье вверх, вот таким образом. Выполняем упражнение на супинатор. Если мы немножко опустим плечо ниже стола и будем поднимать это предплечье вверх, тем самым, выполняя упражнение, скручивающее движение на супинатор, мы еще одновременно напрягаем свою связку. Очень эффективное упражнение для новичков и не только, а прежде всего для тех, у которых спортивный зал достаточно бедно оборудованный. Ничего сложного. Самое важное в этом упражнении – это четкость и правильность выполнения упражнения. То же самое продемонстрируем вам на правую руку, на левую руку. Вот так. И то же самое упражнение выполняем таким образом. Оборот и приподнимаем предплечье. Оборот и приподнимаем предплечье. Тот, кто не выполнял это упражнение, может увидеть, что при определенном отягощении у кого-то будет, скажем, приподниматься предплечье и тянуть связка, а оборот не будет получаться. То есть нам нужно будет докладывать сам чисто супинатор. Ну, упражнение достаточно универсальное, интересное, хорошее, прежде всего для тех, кто борется в клюб. Так что начинаем тренировать свой крюк.